Лабытнанги подхватили волну окружной акции «Засветись в темноте», идейными вдохновителями которой стала окружная общественная палата. Сегодня ямальцев объединила одна общая цель – сделать проезжую часть еще более безопасной для детей. Юным участникам дорожного движения раздавали светящиеся брелоки, которые позволяют автолюбителям заметить ребенка на дороге в темноте. Репортаж Кристины Мякуш. Дорожные полицейские в лабытнанских школах – гости частые. Сегодня у них особый повод – рассказать ребятам, как возможно обезопасить себя на городских дорогах. Здравствуйте, ребята. Городная инспекция города Лабытнанги совместно с общественной палатой Ямала проводит сегодня акцию, в ходе которой распространяется для участников дорожного движения световозвращающий элемент. Дорожная статистика – вещь упрямая. С начала года под автомобильные колеса угодило четверо пешеходов, двое из них были дети. И все эти аварии произошли в темное время суток. Светящиеся подарки сделают школьников более заметными на дорогах. Сами же дети правила дорожного движения знают на пять с плюсом. Нужно остановиться сначала, посмотреть налево и направо. А если машины остановились, то можно идти. Если машина не остановилась, то нужно подождать, пока она остановится. Ты получила значок. Для чего он? Знаешь? Да. Он нужен для того, чтобы прикреплять его на одежду или рюкзак. Когда вечером ты ходишь, когда переходишь в пешеходный переход, то машины тебя будут видеть. Сегодня инициативу окружной общественной палаты разделили полсотни лабытнанских школьников. Именно столько светящихся брелоков получили юные пешеходы сегодня во время акции. Хотя позаботиться о безопасности своего ребенка и сделать его заметным на дороге может и каждый родитель. Светоотражающие элементы стоят недорого и продаются в каждом магазине города. Кристина Мякуш, Евгений Садыков. Программа «Время местное».